Здравствуйте, меня зовут Нина Николаевна. Сегодня такое немножко продолжение одного уже записанного ранее видео. Вот это видео, там немножко так, я случайно зашла под одно видео, там почитала, там писали, ведь зрители, они уже как одна семья, там уже все многие перезнакомились, общаются, уже знают, спрашивают, как у кого дела и прочее. Ну и там о блогерах, о них написали. Я пошла посмотрела, ну, того блогера, потом ко второму блогеру, ну, это две женщины. Ну и к чему вот я вот это, вот одна блогер, вот она удивлялась, как можно вот смотреть некоторых блогеров, что одно и то же, и вранье, там записывают ерунду разную и все остальное. Я ей там даже написала свое понимание, к чему смотрят. Ну, а так, я сейчас очередной раз смотрела книги Николая Рериха и Елены Рерих. Здесь хочу теперь записать видео на тему, почему столько зрителей у одних блогеров и мало зрителей у других блогеров. Несмотря на то, что другие блогеры показывают, рассказывают более интересные вещи, чем вот какие-то там бессмысленные видео других блогеров. Вот ответ не мой, поэтому не пеняйте на меня. Глаз добрый. Добрый глаз редок, дурной глаз в каждом доме найдется. Мне говорили, что Станиславский наставляет своих учеников. Умейте в каждой вещи найти не худшее, но лучшее. Чуткий художник видит, что огромное большинство из нас с наслаждением служит культу худшего, не умея подойти ко всему, что радость приносит. С великим рвением мы готовы произнести хулу перед тем, что нам не любо. Какое долгое время мы готовы проводить около того, что нам показалось отвратительным. Встреча с нелюбимым порождает яркие слова, блестящие сравнения. И быстры тогда наши речи, и сильны движения, и горят глаза наши. Но зато как медленно, скучны бывают слова ласки и одобрения. Как страшимся мы найти и признать. Самый запас добрых слов становится бедным и обычным. И потухают глаза. Удалось испытать одного любителя живописи. За ним ходил с часами. Незаметно замечал время, проводив им около картин. Оказалось, около картин осужденных было проведено времени слишком вдвое больше, нежели около вещей одобренных. Не было потребности смотреть на то, что, казалось, доставило радость. Нужно было потратить время на осуждение. Теперь я знаю, что вас удержать надо окружить вас вещами ненавистными. Мы, славяне, особенно повинны во много глагола, не и худшего. В Европе уже приходят к замалчиванию худого. Если что показалось плохим, значит оно недостойно обсуждения. Жизнь слишком красива, слишком велика, чтобы загрязнять себя зрелищем недостойным. Слишком много радостного, много заслуживающей отметки внимания. Но надо знать бодрость и радость. Надо знать, что нашему я ничего не может вредить. Останавливаясь перед плохим, мы у себя отнимаем минуту радости. Удерживаем себя вместо шага вперед. Учиться радости, учиться видеть лишь бодрое и красивое. Если мы загрязнили глаза и слова наши, то надо учиться их очистить. Строго себя удержать от общения с тем, что не полюбилось. И у нас жизнь разрастется, и нам недосух станет всматриваться в ненавистное. Отойдет ликование злобы, и у нас откроется глаз добрый. Вот и весь ответ. Вот так-то. Вот и ответ. Почему одних смотрят, а других не смотрят. До свидания. Подписывайтесь. До следующего видео.